итак добрый вечер всем друзья сегодня мы вместо субботы проведем конференцию по продукции компании skinny body care и именно по сыворотке эджерис это омолаживающая сыворотка которую мы все знаем любим применяем и получаем свои результаты скажите пожалуйста если сегодня новички присутствуют здесь в конференц-зале или нет если есть новички единичку пожалуйста поставьте и есть новенькие замечательная значит на вопрос почему вместо субботы это временное явление мне нужно уехать субботу поэтому по техническим причинам я просто не смогла бы в субботу провести а так мы будем оставлять всегда на субботу в любом случае замечательно значит есть новички в общем-то я вас могу обрадовать дело в том что в общем-то все конференции конечно же посвящаются в первую очередь вам потому что партнеры компании с кинебодике а которые уже не первый день компании они очень много знают и по продукции и по маркетингу поэтому они вам могут много чего донести но тем не менее то есть вы сегодня пришли послушать презентацию и я буду именно работать больше конечно же для новичков постараюсь так что презентация конференция нам понравилось и была полезная информация какая-то итак друзья мои наверняка вы все согласитесь с тем что на сегодняшний день любой человек независимо от раз и до национальности независимо от возраста от пола хочет быть красивым хочет быть молодым и оставаться моложе на долгие годы вот скажите пожалуйста как вы считаете если вообще люди которые бы хотели состариться преждевременно вот так вот со сзяти состарится есть такие вообще как вы думаете напишите в чате вот никто не отвечает наверно таких людей нет ну да ну конечно же то есть все хотят однозначно выглядеть моложе а скажите пожалуйста вот среди вашего окружения да я не беру вас конкретно среди вашего окружения есть ли люди которые бы вот с удовольствием захотели бы выглядеть лет на 5 так скажем на 10 моложе без операции без всяких без пластики вот найдут найдутся такие люди скажите пожалуйста есть такие люди конечно то есть видите все отвечают уверенно что да да и я в том числе да замечательно ну конечно же наверняка все вокруг нас все вокруг нас хотят быть и моложе и здоровее и красивее а как вы думаете а что вообще людям мешает вот в своих целях допустим хочу быть моложе лет на 5 на 10 да сейчас есть разные варианты можно пойти действительно косметологу можно сделать операцию пластическую можно пользоваться какими-то средствами да ну например его сывороткой омолаживающей эджели с нашей компании что людям мешает они хотят вроде бы все быть моложе но что мешает им скажите вот как вы думаете что останавливает их желание есть но лень недоверие так возможности так недоверие неуверенность качестве хорошо хорошо не хватает денег цена ну давайте теперь посмотрим нет времени да конечно я согласна с вами что очень много факторов которые влияют на то что люди не могут себе позволить да ну вот самый главный фактор лень мы его сразу так вот отбрасываем то есть этим людям не помочь на самом деле пока они сами не захотят со всеми остальными то что вы написали факторы нет времени нет денег нет допустим там каких-то возможностей нехватка денег да или неуверенность продукте страх что не поможет или еще что-то это все явления такие скажем друзья они как сказать их можно побороть дан эти страхи эту неуверенность можно человеку дать информацию полную правильно по продукту можно показать результаты чтобы он поверил да с деньгами то же самое то есть может человек если захочет что найдет средства он допустим не потратит их на какую-то безделушку предположим там да ну действительно может быть там лишнее платье не купит но лицо чтоб выглядело на 10 на 5 лет моложе он отложит денежку и купит себе сыворотку то есть на самом деле здесь только не достигают своих результатов те люди которые ленятся то есть которые ленятся все остальное категория она в принципе это наши потенциальные и партнеры и клиенты это однозначно почему потому что те люди которые попробовали хоть раз сыворотку эджелис на себе или на своих родственниках они однозначно скажут что это супер продукт действительно революционная формула и что лучшего на сегодняшний день в сфере косметологии вот простого доступного по дешевизне по своей даже дешевизне я бы сказала да по своей цене по своей безопасности по своему качеству это самый доступный на сегодняшний день вариант как можно омолодиться для ленивых это тоже находка да совершенно верно то есть чтобы ничего не делать но бывает лень вообще то есть лень такая что лень лень узнать лень сделать лень собрать деньги вот в этой ситуации конечно не поможешь и так компания скинни бодики она выпускает на рынок два уникальных и замечательных продукта это сыворотка эджелис и капсулы которые у нас они вроде бы ассоциируются с тем чтобы до капсулы для похудения но тем не менее мы их используем для нормализации веса очистки очистки организма для восстановления сил в общем одним словом для укрепления и поддержания своего здоровья итак остановимся сегодня на сыворотки эджелис план презентации это функции строения кожи я коротко остановлюсь этапы ухода за кожей сыворотка эджелис состав количество цена действия сыворотки и применение сыворотки особенно новичкам хочу сказать что в конце очень интересный такой рекомендую всем дождаться окончания конференции потому что именно в конце вы увидите те слайды те результаты которые получают у нас компании живые люди партнеры в том числе я в том числе моя мама в том числе и другие партнеры нашей компании поэтому поэтому пожалуйста давайте дождемся и посмотрим итак кожа наша это орган чтобы вы понимали это орган большой орган который несет имеет определенное настроение и конечно же отвечает за определенные функции в организме да и имеет такое строение это эпидермис поверхностный слой дерма средний слой и подкожно-жировая клетчатка так вот нас больше всего будет интересовать дермы потому что именно там происходят те процессы которые вызывают преждевременное старение или старение вообще уже по времени когда приходит возраст ну то есть именно в дельме происходят те самые процессы и так можете посмотреть на эту картинку да и представить что вот приблизительно вот так пронизывают кожу в дерме в среднем слое коллагеновый эластиновые волокна кожу и что они делают то есть они представляют как бы каркас каркас кожной кожи кожа каркас который держит нашу кожу в тонусе не дает ей провисать не дает провисать в молодом возрасте но мы все к сожалению стареем годы идут и конечно же кожа она склонна к провисанию до к обвисанию к пастозности то есть тургор уменьшается и кожа становится не такая эластичная не такая упругая в норме вообще процесс обновления кожи происходит за двадцать шесть дней так вот процессы старения еще раз повторюсь они связаны с тем что с возрастом а также от воздействия вредных факторов окружающей среды это и излишняя инсоляция то есть загорание да как на солнышке так и в соляриях это и ветреная погода это и в общем-то не очень хорошая вообще экология естественно курение вредные привычки употребление злоупотребления кофе естественно это все приводит к тому что кожа начинает быстрее стареть но еще один одним скажем так в общем-то одной причиной старения основной является обезвоживание поэтому друзья мои я всегда говорю на своих конференциях что вода это жизнь и мы практически на 90 процентов все состоим из воды если мы не пьем хорошую качественную воду в должном количестве ежедневно то к сожалению у нас возникают и проблемы со здоровьем и органы быстрее изнашиваются и кожа наша быстрее стареет из-за обезвоживания поэтому я всегда повторяю 30 миллилитров на килограмм веса в сутки в течение дня вы должны выпивать обязательно воду единственное ограничение по воде это у людей у которых есть серьезные проблемы с заболеванием сердца или заболеванием почек когда идут нарушения функций этих органов тогда там идет ограничение даже жидкости но во всех остальных случаях именно вода именно чистая вода хорошая вода живая вода она должна быть вашем организме иначе противном случае конечно же вы даже употребляя допустим какие-то напитки сладкие дачи и думаете что это та вода которая нужна вашей клеточке на самом деле вы ошибаетесь организм конечно же возьмет из этой жидкости поступающей в организм а то что ему надо но он потратит массу энергии то есть для того чтобы из этой жидкости переработать в общем-то и сделать ту жидкость которая пройдет проникнет в клетку до живую воду нашему организму потребуется затратить очень огромное количество энергии а если будет тратиться энергия то будет тратиться что и все микроэлементы и все витамины и все про витамины и так далее а если они будут тратиться именно на это да на переваривание на переработку неправильных продуктов соответственно энергии для жизни для нормального функционирования организма у вас не будет отсюда и получается если человек пьет мало или пьет плохую воду то я еще раз повторюсь он быстрее стареет у него возникает быстрее какие различные заболевания внутренних органов и естественно это старение происходит не только на уровне органов но и внешние признаки значит мы запомнили да то то есть две основных причины старения кожи это обезвоживание и это идут изменения коллагеновых и эластиновых волокон то есть они с возрастом истончаются выработка их уменьшается соответственно кожа становится не такая упругая она провисает как же мы должны ухаживать за кожей вообще это четыре этапа очищение тонизирование увлажнение и питание и причем мы должны за кожей ухаживать не один раз в день а два раза утром и вечером обязательно причем при жирной нормальной кожи очищаем гелем для мы для умывания кожи при сухой коже молочком для снятия макияжа потому что гели мыло они могут сушить кожу дополнительно то есть мы вот таким образом стараемся все-таки ухаживать за кожей правильно и так еще раз этапа ухожа ухода за кожей тоник он снимает с лица остатки очищающего крема закрывает поры чтобы не проникали туда бактерии до улучшает кровообращение в коже увлажнение и защита это крема каждое утро на очищенную и тонизированную кожу вы наносите небольшое количество крема и равномерно распределяете по лицу исключая область глаз почему исключаем область глаз потому что там совершенно другая строение кожи она тонкая другое строение и для глаз вокруг области вокруг глаз специальный есть крема причем здесь хочу сразу остановиться что вот сыворотка наша эджерис она в этих ситуациях как бы для нее нет таких ограничений то есть мы ее используем и вокруг глаз следующее питание это ночной крем ночной крем за час до сна наносится что делает ночной крем он как правило восстанавливает силы кожи активизирует обменные процессы насыщает кожу питательными веществами и каждый вечер за час до сна просто наносите крем на очищенную и тонизированную кожу специальные средства по уходу еще существуют это высокоэффективные различные лечебные кремы гели да и сыворотки так вот как раз сегодня о таком специальном средстве о сыворотке омолаживающей и пойдет речь друзья мои сыворотка она выпускается вот в такой вот упаковке такой вот тюбик в ней в нем содержится 15 миллилитров сыворотки по консистенции он напоминает прозрачный гель с голубоватым оттенком и в одной баночке содержится 15 миллилитров стоимостью 69 долларов сразу хочу всех предупредить и ста и стареньких партнеров и новеньких которые приходят сюда чтобы правильно использовали этот флакон чтобы правильно пользовались дозатором и понимали что происходит у нас компании очень многие партнеры получая продукт они не могут понять как же пользоваться правильно сывороткой потому что дозатор когда они его держат вверх дозатором он не нагнетает как бы воздух связано это это не с тем что там какой-то идет дефект производстве или еще что-то это специально разработанная специально такая вот именно нагнетатель да вот такой вот флакончике он коротенький и широкий почему потому что гель гель через другое отверстие он не пройдет просто если сделать это длинный такой вот скажем дозатор то гель там просто он не поднимется по этому дозатору он не поднимется это все связано с консистенцией сыворотки но по-другому мы сыворотку другой консистенции использовать не сможем поэтому когда вы получаете баночку во первых стряхните и и переверните вниз дозатором откройте колпачок переверните вниз дозатором можете даже чуть-чуть вот так вот по обратной стороне постучать несколько раз нагнетаете воздух пока сойдет воздух пока в дозатор зайдет сыворотка и потом то есть спокойно вы получите на ладонь там на пальчик немножечко сыворотки но я вам очень рекомендую чтобы вы хранили и именно вниз колпачком почему потому что под силой тяжести своего веса а гель вот это да гелеобразная сыворотка она будет опускаться к дозатору и вам будет проще потом все это пользоваться и потом когда у вас уже дозатор перестает опять нагнетать то есть у вас сыворотка заканчивается что я делаю обычно я раскручиваю просто тюбик и обычным допустим той же даже палочкой ушной или лопаточка косметической беру и забираю последнюю там сыворотку который находится использую насколько же хорошо насколько же долго хватает одного тюбика сыворотки я так скажу что у всех по-разному честно говоря ее надо маленькое количество использовать небольшое буквально с маленькую горошину на увлажненное лицо и если вы используете на лицо и шею вот я использую дважды в день да мне хватает ровно на месяц моя мама использует сыворотку один раз день вечером и ей хватает тоже ровно на месяц но когда говорят что ее хватает на неделю друзья мои или вы что-то делаете не то с сывороткой или вы в больших количествах или вообще всем всем все тело обмазывайте ей то есть я работаю в компании уже практически десятый месяц и у меня ни разу абсолютно не было такого чтобы была какая-то проблема с сывороткой поэтому конечно же обратитесь к вышестоящему спонсору пусва пусть вас научат как правильно пользоваться тюбиком и и этой продукцией теперь мы поговорим о составе за счет чего же такой потрясающий результат дает сыворотка смотрите какой состав просто замечательно это эластин это коллаген это гликоза аминогликаны это гиалуроновая кислота они все увлажняют кожу что позволяет разгладить морщинки и сделать кожу лица моложе а эластин и коллаген представляет собой каркас до соединительно тканной а также еще просто потрясающий состав вот ни в одной молаживающей сыворотке я такого состава не встречала это экстракты природных антиоксидантов причем их здесь 12 то есть это фрукты овощи это абсолютно натуральные продукты и и что же они делают они улучшают регенерацию клеток кожи и обеспечивают приостановление процесса старения гиалуроновая кислота одна из составляющих нашей сыворотки это вещество способно накапливать влагу в дерме мы говорили о том что это средний слой кожи и сохранять ее на долгое время вы знаете что сейчас распространено да очень скажем так как-то сказать распространено модно делать инъекции гиалуроновой кислоты да то есть это всем известно но при этом это не совсем скажем так безболезненно это можно сказать что не очень удобно то есть на это надо действительно время найти сходить косметологу но потом это еще после этого синячки остаются и хватает это где-то на три месяца в результате и по цене это тоже не очень дешево получается так вот в принципе наша сыворотка она является общем-то как бы заменой да можно этих инъекций не вместо инъекций можно просто пользоваться сывороткой эджелис и гиалуроновая кислота она связывает молекулы воды в межклеточном пространстве повышает тем самым сопротивляемость организма внешним воздействием при этом кожа становится более гладкой и упругой и морщины выравниваются с возрастом гиалуроновая кислота перестает вырабатываться и связь между клетками нарушается при этом кожа становится более тонкой и менее упругой и это ведет свою очередь к образованию первых морщин гиалуроновая кислота она также есть еще обратный процесс при котором внешнее обезвоживание кожи ведет к дефициту выработки гиалуроновой кислоты я уже об этом говорила это частое пребывание на солнце в сауне или солярии это неправильное использование косметических средств курение и употребление спиртных напитков неправильный подбор и проведения косметологических процедур следующий компонент коэнзим или кофермент q10 или убихинон как многие его знают и многие уже не понаслышке знают что такие препараты для приема внутрь придаются в аптеках да это вообще универсальный препарат это витаминоподобное вещество это очень мощный антиоксидант убихинон или q10 он входит состав каждой абсолютно клеточки часть является частью митохондрий и использование его в косметологических целях а также естественно повышает содержание влаги в коже увеличивает ее эластичность уменьшает глубину морщинок и предотвращает развитие естественно новых морщинок так как работает как антиоксидант экстракт ягод асаи улучшает естественные процессы синтеза коллагена кожи то есть обратите внимание что помимо того что в сыворотке в составе входит и так коллагена эластин да то вот как раз эти антиоксиданты это ягоды фрукты и овощи они и улучшают еще естественные процессы синтеза коллагена в кожи то есть кожа сама начинает активизироваться молодеть и более активно работать тормозит появление морщин улучшает эластичность кожи нейтрализует токсины способствует восстановлению естественно цвета кожи следующий слайд это коллаген вот на нем еще остановимся поподробнее то есть я говорила о том что это в общем-то каркас до это каркас соединительной ткани и он что делает при наличии вот допустим достаточном количестве в кожи когда еще кожа молодая или же когда мы его добавляем используя сыворотку это не хирургический лифтинг лица то есть без хирургических без пластических операций мы добиваемся очень хороших потрясающих результатов и это я вам сегодня докажу уменьшает пигментные пятна делает кожу мягкой и эластичной разглаживает морщины стимулирует естественную регенерацию кожи увлажняет разглаживает и осветляет кожу следующий компонент это эластин эластин это структурный белок который присутствует также в соединительной ткани как животных так и человека и по своей структуре эластин близок коллагену однако они имеют довольно сильные различия в аминокислотном составе эластин применяется в регенерирующих и увлажняющих средствах для кожи и волос и применение эластина в косметике это увлажнение кожи опять мы говорим о том что фактор который приводит к старению это обезвоживание так вот эластин увлажняет кожу восстанавливает эпидермальный барьер кожи восстанавливает упругость и эластичность кожи применяется при уходе за возрастной завялой за жирной кожей оказывает мягкий лифтинг эффект используется для профилактики старения кожи при возникновении первых морщинок используется в лифтинг масках экспресс масках и для снятия для сияния кожи и для упругости кожи окопник следующий компонент очень богат алантаином и танином что делает окопник смягчает роговой слой борется с образованием комедонов черных точек и предотвращает их воспаление вот почему мы говорим что подросткам в подростковом возрасте не обязательно подросткам сейчас очень много людей уже скажем так в зрелом возрасте страдают именно угревой сыпи так вот наша сыворотка очень хорошо борется с этими всеми проявлениями подавляет рост бактерий оказывает эпитализирующее действие на шероховатую имеющую трещину кожи делает кожу гладкой эластичной обладает антисептическим успокаивающим и увлажняющим действием и способствует росту новых клеток кожи ускоряя таким образом заживление поэтому друзья мои наша сыворотка используется и в качестве противовоспалительного средства допустим есть какие-то у вас воспалительные изменения на коже вы можете использовать также как заживляющее средство у нас мужчины используют ее после бритья и тогда никаких даже здесь порезы то они быстренько заживают без всяких там гныничков нагноений воспалений и так далее на собственном примере вот совершенно не не недавно буквально на не вот несколько дней назад хочу сказать меня очень сильно продуло с одной стороны вентилятором потому что у нас 35 градусов в москве мы тут загибаемся от жары и меня продуло с одной стороны и у меня на шее выскочил фурункул то есть ну если кто представляет это не просто прыщичек да а именно фурункул так вы знаете что я в общем-то недолго думая сначала хотела спирта потом понимаю что спиртом нельзя потому что будет дубение сверху кожи фурункул вся инфекция пойдет вниз во внутрь сквозь кожу в глубокие слои и тут же я попробовала решила думаю дальше я буду втирать сыворотку что вы думаете за два дня у меня ничего не осталось то есть весь фурункул ушел объем фурункула был приблизительно в диаметре около полутора сантиметров он болезненный был я шею не могла повернуть то есть ну в общем вот такие вот чудесные действительно результаты по сыворотке следующий компонент это экстракт семян винограда резвератрол содержит антиоксиданты улучшает кровообращение укрепляется осудистую стенку экстракт граната связывает свободные радикалы вызывающие признаки преждевременного старения алоэ вера всем вам известны да издревле он используется в медицине в традиционной и не в традиционной и в народной везде и всюду да как заживляющие свойства как уменьшает и смягчает кожу обладает противовоспалительным эффектом уменьшает боли от солнечных ожогов ускоряет их заживление так вот он тоже входит состав нашей сыворотки плод нони тропический плод уникальный по своим антиоксидантным свойствам по своим ферментативным свойствам потому что он весь полон это целая кладезь витаминов минералов микроэлементов и различных ферментов а ферменты это особая такая скажем группа веществ которые используются сейчас очень широко в медицине в лечебных целях так вот сюда же входит и антиоксиданты из плода но не дан и они оказывают антиоксидантный эффект стимулирует выработку в коже гиалуроновой кислоты и эластина возвращает упругость и тонизирует дряблую кожу улучшает способность кожи сохранять влагу и увлажняет глубокие слои кожи итак повторю еще раз состав сыворотки состав помимо того что входит эластин коллаген гликоза аминогликаны гиалуроновая кислота также входит пантенол который обеспечивает быстрое и глубокое увлажнение кожи способствует заживлению ран и ожога уменьшает зуд раздражения кожи витамин c аскорбиновая кислота уменьшает количество морщин стимулирует синтез коллагена и еще раз повторю что 12 антиоксидантов из разных овощей фруктов и ягод перечислю их это ягоды асайи годжи нони красная смородина цирола виноград гранат красный редис голубика мангостин краснокочанная капуста малина то есть друзья мои вы видите что состав сыворотки абсолютно натуральный состав сыворотки действительно очень хороший потому что я у меня есть с чем сравнить я знаю аналогичные допустим омолаживающие сыворотки которых всего два три антиоксиданта находится максимум вот у нас огромное количество антиоксидантов поэтому результаты от сыворотки люди получают просто потрясающе мои партнеры компании с кинебудикеа получил посылку с сыворотка они в восторге от нее причем когда я им говорю что первые результаты будут видны только через месяц женщины умудряются наносить сыворотку и тут же видеть уже результаты показывать это людям потому что действительно через пять через десять минут лицо уже преображается кожа подтягивается кожа светлеет кожа начинает сиять ну а если вы будете использовать сыворотку дольше гораздо то конечно получите еще более потрясающие результаты итак что же выберете вы ну вопрос такой скажем да спорный кто-то привык ходить косметологом и я в принципе таких людей понимаю потому что есть люди действительно которые любят за собой ухаживать то есть не ленивые а наоборот они любят ходить косметологом они любят ходить на массаже и для них наоборот вот это применение сыворотки так вот легко взять просто дешево дома для них это как-то ну скажем так не не для их плеча да скажем так то есть они хотят вот за собой ухаживать чтобы им уделяли внимание и они в принципе вправе это делать но есть люди которые большинство людей которые не могут позволить себе не по времени не по деньгам не за состояние не за состояние своего здоровья допустим какие-то оперативные вмешательства там или наркоз не переносит или аллергии у кого-то да они не могут позволить себе ходить косметологом и делать какие-то пластические операции но при этом еще раз повторюсь быть красивыми и молодыми хотят все это однозначно и если стоит вопрос у человека что а можно ли вернуть пять лет назад вернуть да какой я была тогда то конечно же однозначно любой абсолютно человек абсолютно даже ленивый скажет да я хотела бы так вот наталья перед вами в доказательство ну да вот я сама вы сейчас увидите мои прежние фотографии как я сейчас выгляжу то есть у меня скажем кодом про получается какой-то такой прогресс то есть не регресс и прогресс я омолаживаюсь хотя возраст мой в годах прибавляется мне так мне так знаете мне так нравится жить то есть если я еще лет через пять буду моложе выглядеть чем сейчас ну конечно я реально смотрю на эти вещи я понимаю что такого может быть и не будет но во всяком случае не хуже чем сейчас я могу с нашей сывороткой быть уверена что это будет и так значит давайте так сыворотка эджелис что она вообще дает там то есть действительно она дает потрясающие результаты и применяя сыворотку через месяц через два через три или через полгода вы можете стать реально моложе на 5 на 10 лет причем а те люди которые видели результаты моей мамы которые знают ее вживую то есть не так вот по интернету по фотографиям до или по видео а те люди которые ее знают очень хорошо они это видят они видят эти результаты они видят эти преображения но многие они делают и комплименты но при этом они как вам сказать видимо или стесняются или еще что-то по каким-то другим причинам для себя они вот пока молчат то есть они видят наблюдают ну может быть ждут что какого-то подвоха наверно ждут и когда увидят что все-таки с каждым годом мы молодеем и становимся краше они наверное все таки зададутся этим вопросом про капсул давайте про вопросы мы оставим в конце презентации я не могу одновременно вести и читать к сожалению чат так итак давайте посмотрим вот они слайды это моя мама есть 62 года это начало этого года январь первые числа буквально января там 5 или 6 число новогодние праздники и мы вот курске с ней встретились на левой картиночке на левой это она совершенно без макияжа 62 года здесь это однократное использование сыворотки лечились и глазки подвела и и губки подкрасила то есть уже видно и цвет кожи меняется и кожа подтягивается не такая дряблая становится 10 минут всего прошло глаза даже как-то по-другому стали в общем-то сиять смотрим дальше дальше еще интереснее а вот здесь с левой стороны это моя мама измученная до такой вид у нее но потому что человек до 45 лет работал на производстве она за собой ухаживала а потом занялась домашним хозяйством то есть ехала в деревню завела скотину рогатую коров посла их естественно ходила сама доила и так далее так далее то есть и вот так женщина превращается постепенно в бабушку вы видите массу морщин на лбу глубоких вокруг глаз возле рта глубокие морщины то есть ну видите что провисание подбородка второго провисание идут вот здесь по контуру нижней челюсти то есть все вон пятно пигментное возле ухода с краю от глаза от правого то есть все признаки старения на лицо но это был 2012 2017 год и вот 2014 году мы начали использовать сыворотку до с начала этого года и вот этот результат получается вот этот результат это через месяц от использования сыворотки то есть вот смотрите вот здесь мы только начали вот первый вот смотрите это первый да то есть мы даже не берем вот вот этот вот автор второй слайде она накрашена чуть-чуть да немножечко мы не берем его вот первый дай без макияжа и следующий идет то есть через месяц вот то есть это уже другой человек что произошло здесь сразу видно подтяжка контур лица вы видите да то есть лицо стало более такое приобрело формы правильные то есть без всяких этих провисаний ну морщины пока остаются но тем не менее уже вид у человека другой смотрим дальше вот кстати вот они вместе эти два слайда то здесь вы можете на лицо сравнить пятна под глазами меньше стали не такие коричневые видите веки стали не так провисать тургор улучшился потом что еще вот смотрите щеки здесь провисали до щеки здесь уже не провисают здесь внизу возле подбородка были провисания здесь уже меньше а второй подбородок меньше стал но самое что интересно мама конечно счастлива но самое что интересно вес один и тот же вес не уходит то есть она капсулу не пьет она только пользуется сывороткой это вот такой эксперимент и самое что интересно лицо то становится меньше лицо меньше становится потому что уходит отечность уходит пастозность лица кожа подтягивается и, естественно, лицо становится меньше. Это вот буквально через месяц. Вот такие результаты. Смотрим дальше. А вот теперь посмотрите. Это было изначально, январь 2014 года, а это июнь 2014 года. Вот так мама выглядит сейчас. Несмотря на то, что она уже, сейчас скажу, полтора месяца не пользуется сывороткой, опять же, это в целях эксперимента, когда мне задают вопрос, вот ваша сыворотка, вы ей пользуетесь, потом перестаете, все объяснит еще хуже. Так вот я вам могу, вот прям с чистой совестью сказать, с июня месяца мама, там получается не с июня, значит, это мы фотографируемся в конце июня, в конце мая, в конце мая она уже не пользовалась сывороткой, то есть целый месяц. И вот такие результаты. При всем при том, что она работала на огороде на клубнике, июнь, вы сами знаете, что это клубничный месяц такой, да, она работала, она загорала, и вот в результате, несмотря на то, что солнечные лучи плохо действуют на нашу кожу, вот такой потрясающий результат. Она стала гораздо моложе. Да, у нее сохраняются морщинки, да, у нее где-то там что-то, но в общем, когда вы смотрите на нее, человек действительно омолодился. И мне все говорят, что ну это пластика, это пластика. Друзья мои, поверьте мне, мы никогда на это бы не пошли. Ни я, ни моя мама, у нас нет столько средств, чтобы идти на пластику, и вообще мне нет никакого желания. Когда у нас есть сыворотка, зачем придумывать какой-то еще более сложный велосипед? Смотрим дальше. Вот мои фотографии. Причем это обе фотографии на документы, и одна, и вторая. И первая была сделана в 2008 году, а вторая в 2014. Прошло 6 лет. Прошло 6 лет, но вы знаете, я не знаю, у меня всегда была проблема, у меня всегда было провисание кожи, у меня еще в молодости она была пастозная, отечная. У меня опухали глаза, отекали, веки были набрякшие. Но это видно все, это видно все здесь на картинке, все это видно. И вот прошло 6 лет, я стала не старше, во всяком случае, той, которой я была в 2008 году. Правильно? Но опять же, это уже на фоне сыворотки, на фоне сыворотки. А теперь посмотрим даже вот здесь, да. Первая картинка, это 2012 год, я после юга, после Турции. И вот 2014 год, в этом году я возвращаюсь после уже Кипра, да. То есть оба раза мы в одинаковых, я в одинаковых условиях. То есть я загораю, у меня лицо там где-то что-то подобгорело, да, естественно. То есть соль, вода и так далее, и так далее, там ветер на пляже и все такое. Так вот, смотрите, какие произошли изменения. То есть 2 года назад у меня было больше морщин. Посмотрите вокруг глаз, они были более выражены. Посмотрите на, вот я улыбаюсь, да, дополнительная складка морщины у меня еще вот на левой щеке, где я с белыми волосами. И видно, что кожа суховатая такая, вот видно, что она какая-то вот не совсем живая. И вот сейчас, то есть то же самое, я использую сыворотку. Да, там где-то вон и веснушечки появились, потому что, ну, конечно, целыми днями на солнце, да, и носик подобгорел, но, кстати, не облезло ничего, потому что сыворотка действительно, вот она, даже если где-то вот ожог произошел, сыворотка дает свой результат. То есть потом кожа не сходит, все замечательно. Так вот сейчас я лучше выгляжу, я так считаю, я не знаю, как считаете вы, но я лучше выгляжу, чем я выглядела два года назад и чем я выглядела даже шесть лет назад. Это партнер нашей компании, это партнер нашей компании Галина, и посмотрите, какие результаты у женщины тоже потрясающие. То есть с ноября 2013 года по апрель 2014. То есть, ну, форма лица, да, та же самая, но посмотрите, насколько кожа стала живее, да, морщинки стали разглаживаться. Ну, вот совсем другое, то есть там живая, напитанная всякими полезными веществами кожа. Здесь она тоже красивая, конечно, изначально, но видно, что возраст берет свое. Немножечко кожа уже такая, тургор сниженный, то есть то, о чем мы говорили. Вот такие потрясающие результаты. Вот еще один партнер нашей компании, тоже замечательные результаты. У нее очень хорошо уменьшился объем лица, ушел практически второй подбородок. Просто замечательно, глаза стали более выразительные. То есть, ну, вот, понимаете, люди на наших продуктах, они действительно становятся не просто моложе, но еще и краше, действительно. То есть такое впечатление, что подчеркиваются все какие-то такие изюминки, которые дают нам красоту и привлекательность. И вот партнер компании Skinny Body Care, это уже иностранный партнер. Вы здесь видите, вот у женщины изначально сухая кожа, поэтому она выглядит как пергаментная бумага. Есть отеки под глазами мешки, причем из пигментации, да, второй подбородок более выражен. И вот на 5 месяцев на капсулах Skinny Fiber и 6 недель, то есть всего лишь полтора месяца применения сыворотки антивозрастной. И вот такие потрясающие результаты. Поэтому, конечно же, друзья мои, что я хочу сказать, действительно продукты наши работают. Я сегодня не буду останавливаться на капсулах, потому что эта тема уже будет следующей моей конференции. Но я хочу сказать, что сыворотка, она вообще творит чудеса. Это тот продукт, который я просто обожаю, потому что, вы знаете, глядя на меня, мне сначала на работе, я же врач, и мне на работе сначала посмеивались, похихикывали, знаете, вот так, да. Вот, потом, потом начали приглядываться. Потом потихоньку друг от друга, чтобы никто не знал, начали заказывать сыворотку. То есть, всё-таки каждый хочет быть красивее, но при этом, чтобы другой не узнал. Вы понимаете, в чём суть? И начали заказывать, и начали получать результаты. И потом, когда уже начали получать результаты, они начали хвалить уже и говорить, да, я пользуюсь этой сывороткой. Вот таким вот, в общем-то, образом. Поэтому, что я хочу сказать. Самое главное, вот первое, самое сложное, это всё-таки объяснить человеку, что сыворотка, она абсолютно натуральная, абсолютно натуральная. Она абсолютно никакого вреда не нанесёт. Единственное, единственное, что может быть, но это всегда и везде, и во всём, и в медицине, и в фармпрепаратах, и в той же ромашке, это индивидуальная непереносимость. И если такое есть, то, конечно, какая бы хорошая у нас ни была сыворотка, её лучше не использовать. Как понять, есть у вас индивидуальная непереносимость или нет? Я всегда говорю, надо провести такой тест. На внутренней поверхности локтевого сгиба кожа тонкая, она такая же практически, как кожа на лице, она чувствительная. И вот если вы здесь оставите, да, помажете, скажем так, сывороткой и посмотрите, если у вас здесь не будет никаких высыпаний, зуда, покраснений и так далее, значит, вы абсолютно спокойно можете переносить этот продукт и можете с удовольствием его использоваться и омолаживаться, и красиветь, и хорошить и так далее. Но из своего опыта, особенно, я уже говорила неоднократно, для новичков, наверное, сейчас впервые, я сама врач, да, я аллергик, я с детства аллергик. И когда я уже была, скажем так, в возрасте, ну, на выданье, да, вообще кремовую продукцию и вообще косметику мне было очень сложно подобрать, очень, потому что на любую косметику, даже дорогую, у меня нет-нет, ну, какие-то пятна шли, какие-то прыщи шли, было очень сложно. И, честно говоря, я боялась, когда я заказывала сыворотку, я боялась, что я такой аллергик, неужели она мне не пойдет, потому что я бы очень сильно расстроилась, конечно, этому. Но я очень рада, что она не только мне не пошла, она мне очень даже пошла, она мне помогает даже бороться с моими аллергическими проявлениями, она мне помогает бороться с теми, там, прыщичками, гнонячками, еще раз говорю, фурункул был недавно, которые могут выскочить, там, при простуде, где продуло меня или еще что-то. То есть сыворотка все это убирает, это действительно просто потрясающий продукт. При всем при этом, хотя она, опять же, как бы мы ее позиционируем, как сыворотка омолаживающая, я хочу сказать, что все-таки даже в возрасте, там, подростковом и 20-25-летнем, если есть проблема с кожей, а, как правило, я смотрю, сейчас уже девочки-подростки, вот я работаю педиатром, приходят девочки-подростки, масса проблем у них с кожей, и аллергического характера, и те же гнонячковые всякие высыпания, и смотришь, нет-нет, уже и кожа-то какая-то дрибловатая, кто-то, видимо, покуривает, кто-то еще чего-то. То есть, конечно же, можно рекомендовать и в таком случае использовать сыворотку. Почему? Потому что она абсолютно безвредна, там нет никаких гормональных препаратов, там нет средств животного происхождения. В 23 года можно попробовать. Конечно, если есть причина для чего, то есть, или какие-то проблемы с кожей, или еще что-то, конечно, вы можете пробовать, использовать и смотреть. Ну, просто тогда не в таком количестве, наверное, будете все это делать, и, в общем-то, не так часто, можно так сказать. Так, сколько вообще нужно пропить капсулу, чтобы скинуть хотя бы 10 килограмм? По этому вопросу отвечу так. Друзья мои, мы все с вами разные, организм у нас у всех тоже разный, у всех разный уровень отмена веществ, разный метаболизм, поэтому вообще в компании есть программа 90 дней. 90 дней использовать капсулы и придерживаться определенных правил в питании и физических нагрузках. И тогда практически 100% людей получают свои результаты. Я так скажу, чем больше вес, тем больше можете сбросить. Чем меньше вес, тем вы меньше можете сбросить. Но, опять же, это не факт. Опять, это зависит от наличия какой-то хронической патологии, или там какой уровень обмена веществ, или какой период жизни у вас, климактерический или не климактерический, есть ли гормональные нарушения. Это зависит от многих факторов. Но, тем не менее, я вам хочу сказать, что у нас есть партнеры, и мне очень приятно, когда они делятся своими результатами, говорят, как здорово, даже и в 60, и в 65 лет похудеть на 4, на 5, на 6 килограмм за 1, за 2 месяца. Действительно, люди чувствуют прилив энергии, они не только худеют, они чувствуют прилив энергии, они чувствуют улучшение своего состояния, они чистят свой организм. Организм чистить надо обязательно, обязательно, потому что долгая и, скажем так, длительная, длительная и такая настойчивая зашлакованность, она приводит, как правило, к очень пагубным последствиям по состоянию здоровья, это прежде всего онкологические заболевания. Поэтому первым, что необходимо делать, когда вы хотите встать на путь оздоровления, это чистить организм. И если вы весите 50 килограмм и 54, и если вам не надо худеть, вы можете употреблять капсулу все равно для очищения организма, потому что от веса чистота организма не зависит, то есть здесь нет прямой корреляции. Только можете пить не по 2 капсулы, а по 1, там, 1 раз в день или 2 раза в день и так далее. Если 45, но если 45, вы тоже не похудеете, не волнуйтесь, то есть одну в день капсулу попробуйте пить просто для очищения организма. Кстати, есть такие варианты, примеры, что наоборот, вот у тех людей, у которых нарушен обмен веществ в сторону, наоборот, да, когда у них слишком они худые, не могут поправиться, это же тоже не норма. То есть есть какие-то, видимо, проблемы, сбои в организме. То на фоне капсул вес может нормализоваться. То есть вы не наберете, но он нормализуется постепенно, немножечко станет больше. Почему? Потому что капсулы, они как таковые, они нормализуют обменные процессы. То есть произошла нормализация обменных процессов, организм сам начинает стараться делать то, что ему необходимо. Так, значит, по поводу, так, при больных почках, значит, еще раз повторюсь, по капсулам. Вообще хроническое заболевание, вот в том виде, в котором мы чаще всего встречаем, то есть хроническое без частых обострений, да, без нарушения функции органа. То есть это не когда инвалид, а просто там хронический пилонефрит, хронический гастрит, хронический холецистит. Можно, конечно же, можно использовать капсулы. Просто всегда при такой патологии начинаете с минимальных дозировок. Пробуйте по одной в день, потом добавляете одну-два раза, потом несколько дней, допустим, по две-два раза, и пошли-пошли. То есть все нормально, переносите, все могут, все у вас получится. По поводу эндометриоидной кисты. Значит, капсулы убрать кисту не могут. Эндометриоидная киста, к сожалению, это такая патология, которая убирается только путем. Как правило, даже ее вылечить, к сожалению, препаратами гормональными нельзя. То есть врачи, гинекологи в один голос говорят о том, что это операция. Но общее состояние, общее состояние, конечно, может улучшиться на фоне приема капсул. Так, швецна талия. Я весила 125, сейчас вешу 100. Отлично, Наталья. Вот за какой период времени вы сбросили 25 килограмм? Напишите нам, пожалуйста. Очень нам интересно с тем. Пожалуйста, напишите, за какое время вы сбросили швецна талия 25 килограмм. Со 125 до 100 килограмм. Все ждем, все ждем вашего ответа. За два месяца. Замечательно. Вот я о чем говорю, что чем больше вес, тем быстрее уходит он. То есть за три месяца вы можете скинуть и за два, и 30, и 35 килограмм. Все зависит от того, какой вес. Если вдруг у вас вес, допустим, 70-60, конечно же, здесь вы так резко худеть не станете, вы будете уходить вес постепенно, и где-то в течение полугода у вас уйдут там 10, может быть, 15 лишних килограмм. Про сыворотку мне скажите, можно мазать 16-летним. 16-летним, если есть проблемы с кожей, угревая, воспалительные процессы, да, вы можете использовать сыворотку. Спокойно можете ее использовать. Так, вот, Людмила, я за полтора месяца сбросила 10 килограмм. Да у нас масса примеров, друзья, коллеги, у нас масса примеров, когда люди сбрасывают вес. Есть люди, я не хочу лукавить, есть люди, у которых вес не уходит, или даже немножечко прибавляется. Но это не проблема в капсулах, это проблема чисто в конкретном организме. Там надо разбираться, и разбираться именно медикам. Потому что очень часто бывает, что действительно там проблема с почками, проблема, допустим, с щитовидной железой, когда она совершенно не работает. Что бы вы ни делали, если у вас гипотиреоз, то вы никак не уберете свой вес, пока не нормализуется работа щитовидной железы, или вы не добавите гормоны. То есть есть ситуации, когда капсулы, они просто будут бессильны, да. Но основная масса людей, это 98%, да, условно здоровых людей, имеющих просто хронические заболевания, они спокойно сбрасывают вес. Очень хорошо. Не опасно ли за месяц сбросить 12 килограмм? Опять же, я еще раз повторюсь, смотря какой вес. Если 130-120 килограмм, за месяц 12 килограмм абсолютно не опасно. А вот если у вас 65 килограмм, и вы за месяц сбросите 12 вдруг, вот это уже не... Но капсулы они такого и не дадут эффекта. То есть вы не ждите. Они дают очень мягкий эффект. Очень мягкий, очень комфортный. То есть здесь нет такого, что выпил и прямо вот все, похудеешь. Просто я еще раз повторяюсь о том, что чем выше вес, тем он быстрее и больше уходит. Чем меньше вес, тем он уходит медленнее, как правило, и меньше по килограммам. Вызывают ли эти два препарата привыкания? Нет, привыкание не вызывают. Там нет никаких средств, которые могли бы вызвать привыкание. Что касается капсул, в общем-то, ну я говорю, там абсолютно нет. Там нет средств, которые влияли бы на нервную систему центральную. Там нет средств, которые бы там подсаживали вас на что-то. То есть там обычный загуститель глюкомана, кактус, который питает вас, и чадо-бугра, который дает вам энергию. Пробиотики для микрофлоры кишечника и ферменты. Ну там привыкнуть-то не к чему, понимаете. А севоротка, опять же, еще раз говорю, если бы там были какие-то присутствовали гормоны, тогда однозначно было бы привыкание. То есть сильно действующие вещества. И естественно, после этого у вас бы после отмены был бы синдром отмены, было бы ухудшение. Но так как этого нет, там абсолютно натуральные продукты, поэтому никакого привыкания ни при применении капсул, ни при применении сыворотки ни у кого не возникает. При удаленном желчном пузыре можно, почему нельзя. Пробуйте просто, пробуйте с меньшей дозировки. Как держать вес после капсул, чтобы не поправиться? Еще раз говорю, вот кто зарегистрировался уже, а кто не зарегистрировался, когда зарегистрируетесь в кабинете вашем личном, там есть такая программа 90 дней челлендж. То есть 90 дней вместе с капсулами вы проходите эту программу. Там есть рекомендации по питанию, там есть рекомендации по физической нагрузке. Как правильно все это использовать? И, как правило, еще нет такого, ни одного человека, который бы вообще не получил никакого результата абсолютно. А удерживать вес легко и просто. Дело в том, что после использования капсул ваш желудок сокращается, уменьшается в объеме, и вы уже съедаете гораздо меньше. Если вы, конечно, начнете опять его растягивать, усиленно, стараться это делать намеренно, ну, конечно же, все будет возвращаться на круги своя. А если вы будете просто придерживаться правильного образа жизни и питания, то, в общем-то, потом вы будете справляться уже и без капсул. Про гепатит С, ответьте, пожалуйста. Ну, что я могу сказать про гепатит? То, что лечить мы гепатит не лечим. Вообще капсулы, они не лечат ни одно заболевание. По поводу, можно ли их применять, в принципе, можно ничего такого, скажем, плохого на печень, они не подействуют, только почистят организм от шлаков и от тех препаратов, которые наверняка вы принимаете, которые оказывают массу побочных эффектов. Так, я поправилась после родов вес 105. Пью 5 месяцев и меграмма не ушло. После родов, значит, здесь надо, Оля, здесь надо индивидуально подходить к этому. Опять же, роды – это такой фактор, который мог сдвинуть ваш весь гормональный фон. Надо обследовать щитовидку в первую очередь посмотреть. Надо посмотреть, чтобы обследовал гинеколог. То есть, если у вас нормальный гормональный фон, если там не надо добавлять никаких гормонов, тогда надо разбираться все-таки, что вы едите, как вы пьете, что вы делаете, потому что, ну, я просто по себе знаю, я несколько раз пила капсулы, бросала, пила, бросала, понимаете, то есть, просто экспериментирую, на себе смотрю, какие результаты. Начинаю пить, уходит аппетит, уменьшается аппетит, уменьшается прием капсул, бросаю пить, сразу не возвращается, по мере. Если не растягиваю желудок, то все хорошо. Если съездила на кипр, растянула, то естественно растянула. Вернулась с кипра, опять начала пить капсулы. То есть, в принципе, понимаете, это все от вас зависит. То есть, вы можете пропить три месяца капсулы, и если вы будете потом придерживаться всю оставшуюся жизнь, то они вам могут больше и не понадобиться, только лишь как для очистки организма. Если вы хотите себя иногда баловать, иногда там съездить отдохнуть, особенно когда онклюзив, то почему бы нет, ну съездите, ну расслабьтесь, ну потом подумайте, вернётесь в норму, вернётесь к себе домой, начнёте пить капсулу, сядете немножечко на диету, и всё у вас будет замечательно. Так, значит, а капсула улучшает кожу всего тела? Да, однозначно. Улучшается состояние кожи, кожа очищается, кожа моложе, омолаживается кожа, то есть цвет кожи другой тоже становится, упругость улучшается кожа, и я хочу сказать, что капсулы, они укрепляют мышечную ткань, то есть вот это ещё с этим связано, жировая ткань расщепляется, уходит, а мышцы у нас не дреблеют, они наоборот укрепляются, поэтому у некоторых людей бывает так, что объёмы уходят, а вес стоит, потому что жировая ткань, она в общем-то получается легче, чем мышечная ткань, и в результате этого вес может стоять, но объёмы уменьшаются. Так, 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 что ещё? Ну что, у нас заканчивается сегодня презентация, 20 часов, значит, давайте так, вот скажите, пожалуйста, вообще что-нибудь новенькое вынесли вы для себя из этой конференции? Появились какие-то у вас вот мысли, допустим, там, я не знаю, новые, потому как можно стать моложе, как можно стать красивее, как можно гораздо дешевле и легче за собой ухаживать. Появились мысли, да? Это замечательно. И всё, что теперь вам необходимо, я всегда призываю партнёров компании, всегда призываю. Я такая, как первооткрыватель, да? Я начала делать это сама, я начала на маме экспериментировать. Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Чем больше будет результатов, тем люди больше будут нам доверять. Потому что, когда 1-2 фото, все говорят, что это там фотошоп или ещё что-то в этом роде. Ну, знаете, все люди не будут этой фотошопом, этой чушью заниматься. Мне просто некогда. Я настолько занятый человек, я работаю врачом, плюс занимаюсь компанией Skinny Body Care, и веду здесь презентации, и ещё мне не хватало в фотошопе сидеть. То есть, конечно же, я этим не занимаюсь. И тем более, что есть видео, которые я снимаю, и те люди, которые вас пригласили на конференцию, они вам обязательно всё покажут. Поэтому, друзья мои, давайте вместе, используя наши продукты, докажем всему миру, что можно быть за умеренную цену, за маленькое количество времени, потраченное на себя в день, абсолютно безопасно и абсолютно безвредно, ухаживать за собой, и можно выглядеть моложе действительно на 5-10 лет. Ну или хотя бы, если вы ещё молоды, то не стареть, а продлевать свою молодость. Итак, желаю всем вам счастья, здоровья, любви, удачи, процветания. Сейчас поставлю вам ещё раз видео с своей мамой. Посмотрите, пожалуйста, какие результаты получила она. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok